Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Как и обещал в предыдущем видео, в котором я коротко рассказал о перипетиях борьбы полуфинального матча на чемпионате Европы по футболу между Англией и Данией, на этот раз более поподробнее разберем статистику прошедшего матча и также поподробнее остановимся на неоднозначном 11-метровом ударе в ворота датчан, назначенным судьей матча в концовке первой дополнительной 15-ти минутки и ставшим при этом победным. Говорят, со статистикой не поспоришь, и послематчевые цифры полностью оправдывают это изречение. По всем статистическим показателям англичане имели превосходство перед датчанами, так владение мячом 58% на 42% в пользу сборной Англии. Как по общему количеству ударов по воротам, так и по ударам в створ преимущества англичан более чем в три раза. Также впереди они были и по количеству поданных угловых за 120 минут матча. Фоллов со стороны игроков сборной Дании было зафиксировано ровно в два раза больше, чем со стороны англичан. На протяжении всего матча, даже после того, как Джордану Пикфорду пришлось доставать мяч из сетки ворот, после великолепно исполненного штрафного удара в первом тайме датским полузащитником Микелем Дамсгаром не оставляло ощущение, что англичане не доведут матч до серии 11-метровых ударов и обязательно найдут счастье у ворот Каспера Шмейхеля. Особенно это ощущение усилилось после начала первой дополнительной 15-ти минутки, к началу которой датчане окончательно сели в защиту практически не помышляя об атаках. Такой вот вышел своеобразный датский автобус в исполнении подопечных Каспера Хьюлманда. Все-таки класс команд немного сказывается, и датчане будем откровенно решили дотянуть до серии послематчевых пенальти. Но с этим обстоятельством были не согласны подопечные Гаррита Саутгита, и под неимоверный шум преданных болельщиков практически заперли на своей половине датчан примерно с 80-й минуты матча и до окончания дополнительного времени. Тут-то и случился этот спорный эпизод на 104-й минуте матча, когда Рахим Стерлинг вошел с правого фланга в штрафную датчан, и его нога встретилась с коленом датского защитника Якима Меля, и главный арбитр матча голландец Дэнни Макелли почти не раздумывая указал на 11-метровую точку. Не стал он менять свое решение после дальнейшего совещания с видеоассистентами и Харри Кейн, пусть и не с первой попытки, но реализовал пенальти, и этот гол стал судьбоносным в матче, отправив подопечных Хьюлманда в состояние Гроги, от которого они так и не смогли оправиться до окончания дополнительного времени. Ситуация усугубилась тем, что в момент прохода по краю Стерлинга на поле совсем неподалеку от углового флажка находился второй мяч, и форвард англичан разминулся с ним в паре метров. И хотя правила позволяют в случае нахождения на поле дополнительного мяча, другого предмета или животного продолжить игру, если это ей не мешает, и убрать все постороннее при первой возможности, все это смотрелось довольно неестественно. С другой стороны, на победу англичане уж точно наиграли, и к тому же нет оснований говорить о предвзятости голландского арбитра по ходу матча. Так им не был назначен пенальти после падения Кейна во втором тайме в штрафной датчан. И не забываем о назначенном опаснейшем штрафном, ударив в ворота англичан в первом тайме, в результате которого был забит первый гол в матче. Поэтому контакт мизерный, но все же был, пусть и не по прямой траектории, а по касательной. Однако это отнюдь не умаляет актерских достоинств Стерлинга, так удачно подставившегося в штрафной датчан. Лично мое мнение таковое заключается в том, что в матче такого накала указывать на точку можно только в случае явного нарушения, падение же Стерлинга в штрафной таковым не являлось. Не буду приводить высказывания многих футболистов сборной Дании и ее тренера. Все они, разумеется, недовольны таким исходом и считают, что арбитр принял неправильное решение. Самая неоднозначная реакция на гол с пенальти последовала от бывшего игрока английской сборной Майкла Оуэна, который написал на своей странице в соцсетях текст следующего содержания. Не уверен, что это пенальти, но кому какое дело. По-моему, точнее не скажешь. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.